Помочь стоять на ноги по поручению президента Федеральному собранию в стране должна заработать программа, которая поможет семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Речь идет о социальном контракте, поправки должны ввести в следующем году. В отличие от других регионов, в Цуменской области подобная соцподдержка действует с 2010 года. На какую помощь могут рассчитывать цуменцы, расскажет Елена Старожук. Обновить ассортимент и подготовить выставочный зал к открытию в социально-благотворительном магазине супругов Чирятьевых работы всегда хватает. Они продают одежду бывшего употребления по низким ценам, а нуждающиеся могут брать вещи бесплатно. Я живу с мамой, мы многодетные и так же малообеспеченные, без папы живем. Мы здесь и платно берем, и бесплатно. Тут и дешево, и выбор какой-то есть. Чирятьевы два года назад в Амутинское переехали из Тюмени. По программе «Молодая семья» купили дом. Найти работу на селе было непросто, поэтому воспользовались помощью государства. Стали участниками программы самозанятости. Дополнительно заявились на средства соцконтракта. Приобрели моющий пылесос. Это позволило расширить направление семейного бизнеса. Теперь они оказывают услуги по химчистке мебели. Кроме этого диваны и кресла БУ моют, ремонтируют и продают. Работаю 7 дней в неделю и не знаю, когда отдохнуть. Поэтому работа там, где ты хочешь работать. А два пылесоса, это позволило, прежде всего, нанять работников. Это дать еще рабочие места, амутинцам некоторым. И увеличить объем работы, увеличить объем работы, больше прибыли. Средства господдержки помогли супругам не только улучшить свои жизненные условия, но и обеспечить рабочими местами жителей Амутинского. Я не могу сказать, что я сейчас в плюсе. Я пока не в плюсе. Но магазин работает, и эффект будет. Я понимаю, что он дает работу мне, он дает работу еще другим работникам. И в будущем я буду еще и на этом зарабатывать. С 2006 года адресную социальную помощь на юге Тюменской области получили 8,5 тысяч семей. Теперь система будет работать по-новому. В контакте с семьями будут задействованы все ведомства. От центра занятости до поликлиники. Пилотный проект пока запустят в Казанском и Абадском районах. Программой уже заинтересовались 45 малоимущих семей. Это помощь в трудоустройстве, в обучении, в лечении от разного рода зависимостей и, конечно, оказание денежной помощи на реализацию индивидуальной программы развития. Также предусматривается наставничество со стороны социальных служб и апробируются новые технологии. Ну а супруги Чирятьевы, которым программа уже помогла, продолжат развитие своего дела. Елена Сторожук, Александр Зосимов. Тюменское время. Продолжение следует...